Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И нет, я не забыла про нашу рубрику «Будь счастлив или, по крайней мере, меньше грусти». Та-дам! Мы продолжаем вести нашу книжечку. На чём мы здесь остановились. Кто помнит, кто ведёт. Ну, а кто только присоединился, прям можете отсюда и начинать. Мы заполняем вот такой блокнот, благодаря которому я о себе рассказываю очень много информации. Может быть, даже и лишней. Ну, а что же, если душа говорит, хочет общаться с вами и делиться? Ну, и, соответственно, те, кому интересно, они вместе со мной заполняют эту книжечку вот как бы так онлайн. И мы прекрасно проводим время. Кто хочет присоединиться к нам, то welcome. Итак, следующий вопрос вот на страничке у нас такой. Вы чувствуете себя так, как будто плачете? И два варианта ответа. Да, всё нормально. Я сейчас просто хнычу. И нет, серьёзно, это круто. Ну, то есть нет, в смысле нет, я не плачу, нет такого чувства, да? Серьёзно, это круто. Но, может быть, вам всё же следует поплакать? То есть, если, допустим, вы чувствуете себя так, как будто плачете, я такая, да и нет, у меня всё круто, да? И тут мне говорят, да, серьёзно, может, вы чуть-чуть поплачете? И я такая рассела. И правда. Есть же над чем поплакать стоит. Вот совсем недавно будем говорить об Инстаграм. Я вела прямую трансляцию в Инстаграм и задавала мне девушку вопрос про прививки. Делаю ли я малом прививки там или ещё что-то. И я вот как-то начала отвечать на этот вопрос. И зашла к тому, что не доверяю нашей системе вообще, вот нашей вот жизненной. Я не доверяю то, что наше государство и вообще вот всё так. То есть я не утверждаю, что это так. Ну, нет у меня такого стопроцентного доверия. Всё проверяю, что всё оно делает так, как надо, да? Потому что продукты какие-то желают оставлять, оставляю желать лучшего, да? Да? Гост уже не тот гост, что был раньше. Ну, вот какие-то такие моменты, да? Вот прививка, не прививка. Хотя требуют это везде детсады, да? Ну, то есть зубная паста фторированная, например, которая убивает со временем. И вот многое-многое вот такое вот заставляет задуматься и в масштабах понять, что что-то тут, короче, не то. Ну, можно заплакать, да? Итак, на странице напротив вы найдёте перечень подходящих мест и моментов для того, чтобы поплакать и не стесняться и... Ой, не стесняйтесь и добавьте своё собственное место. Значит, варианты, где можно поплакать. Итак, кому хочется поплакать, вы можете поплакать. Дождь. Постарайтесь сохранять улыбку при дожде. Ну, дождь, я согласна. Ты даже если не хочешь плакать, ты заплачешь. Кровать. Ну, да, на кровати удобно плакать, согласитесь. Душ. Ну, да, сразу всё смываешь. Ну, то есть, что-то, ну, как бы красное там, да, потом всё проходит вместе. Слёзы смывают. Это символично даже. Слёзы смываются вместе с душем. Классно. Бассейн под водой. Кто-нибудь плакал когда-нибудь в бассейне под водой? Я нет. Мне интересно, вообще можно заплакать под водой, кстати? Я вот не люблю очень нырять, но я бы проверила. Вот те, кто умеют нырять, попробуйте, пожалуйста, поплакать под водой. Может, в ванне здесь каких-то маленьких ныряют. Поплачьте под водой, попробуйте. Да ну, это очень сложно. Ещё нужно иметь актёрское мастерство, чтобы именно в ванне, в тот момент, как ты ныряешь, заплакать. Ну, это нереально. Нет, я знаю. Если вам плохо, вы сели в ванну, вы, короче, плачете, плачете, вспомните о том, что можно плакать под водой. И вы, короче, в этот момент со слезами ныряете под воду. Вот. Вот так можно проверить. В общем, ищите этот момент, и интересно. А где люблю плакать я? Я люблю плакать в машине. Ну, и вы пишите тоже, где вы можете поплакать. Я люблю плакать в машине. В машине и под соответствующую музыку. То есть, антураж, да? Ой, и вот ты едешь, ревёшь. Могу реветь прям, да. А потом, я вот не могу долго плакать, да? Ну, как-то затяжное, как-то уже мне смешно становится. Что ты разревелась, хочется сказать тебе? Что? Что случилось? И что? И что? И, и, и? И как-то я такая... Ну, да. Всё классно же. Всё же супер. И я начинаю вспоминать свои прекрасные моменты жизни. И думаю, да. Не стоит ничего в этой жизни наших слёз. Ну, я имею в виду, конечно, это отношения, парни, там это. Если, конечно, там болезни и потери близких, это уже серьёзный момент. Ну, тут тоже слезами горя не поможешь. Я понимаю, жалко себя. Но это жизнь. Нужно её просто понимать, принимать, учиться. Я говорю так, не очень громко. Надеюсь, меня слышно. Просто маленький спит. Ой, мамочка, у мамочки спина уже болит. Он прыгать начал. Просто кошмар. На руки просится и прыг, 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 прыг. Вот пора плакать, реально. Спина болит. Всё, слёзы. Вот такая вот фраза здесь написана на чёрном фоне, большими буквами. Предназначение мозга в том, чтобы сохранить вам жизнь. Он не переключает вас на счастье. Это слова Руби Вакса. Британская журналистка и актриса. Интересные слова. Дальше нас ждёт вот такая вот. Это, наверное, будут последние вот эти две, что мы сделаем. Ну, так, чтобы в 10 минут уложиться. То, что нужно сделать. Каждый день вести дневник. О, это интересненько. Больше пишите о настроении, чем о событиях. Вернитесь к этой странице и зарисуйте своё настроение. Улучшилось ли оно, ухудшилось или стало изменчивым. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 30. 30 вот таких штук. Это на месяц. И каждый день мы должны писать, значит, зарисовывать, да. Например, там, улучшилось наше настроение. По сравнению, наверное, с предыдущим днём, да. Или в целом от сегодняшнего дня. Ухудшилось оно или стало каким-то изменчивым. Ну, в общем, всё писать и зарисовывать. В течение 30 дней. Значит, раз в день выходить на улицу. Вот. Это вообще для меня нереально. Я буду сейчас дома сидеть до понедельника. Маленький болеет. Мама работает. Всё. Я заперта. Проводите хотя бы 10 минут, просто находясь вне дома. Находясь вне дома, нарисуйте символ, изображающий погоду. Влияет ли погода на ваше настроение? В общем, это можете сделать вы тогда. Здесь тоже 30 штук такие. Значит, здесь вы пишете... Здесь вы пишете ваше настроение, а тут выход на улицу. И потом можно взаимосвязь какую-то сделать. Но, видимо, улица, она что-то делает для нас, для нашего организма, да. Всё. На этом всё. Давайте сделаем видео коротеньким в этот раз, да. Чтобы было интересненько смотреть. И остальное я вот уже оставлю на следующий раз. Сегодня я информации о себе сказала немного. Только сказала то, что в Инстаграм я веду прямые трансляции. Стараюсь выходить каждый день, через день, где вы можете в прямом эфире. Вот так вот вы со мной пообщаться, позадавать какие-то вопросы. Ну, вообще, это прикольно, да, прям афир? Так что, кто не подписан в Инстаграм вообще? Кто ещё не зарегистрирована в Инстаграм? Люди, вы что? Я понимаю, моя мама не зарегистрирована в Инстаграм. Но вы молодёжь. Welcome в Инстаграм. И ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Ну, реально, будьте счастливы. Ну, не плачьте. Ну, а если плакать, то только так. Ну, чуть-чуть, как я так. Для прикола. Ладно, я с вами прощаюсь. Целую вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.